тяжело в начале матча и уже под конец дня мы комментируем серия выговаривали только что играли корейцы можно сказать выражение сломать язык вот есть такое выражение в теннисе что первое очко она как карта всего матча и вот посмотрите первое очко край и ошибка соперник проверим это посмотрим как будет дальше вот конечно ван чекин молодой парень и малон чемпион мира один из мы всей этих ребят самый опытный спортсмен вот такое сочетание молодой опытный против двух мечтающих патроне вот но лингоян уже проиграл малону а лиан лиан еще будет играть с малоном полуфинал так что посмотрим пока не броская простые ошибки но 31 в пользу лингояна и лиана 32 все вертится вокруг 1 розыгрыш да все очень быстро все очень быстро сдержанной кстати реагирует зрители нормально вечером сейчас в будапеште собралось людей много китайцев вот традиционно большинство из них болеет за малон настоящая суперзвезда не только мировая вернее не только в китайную мировая 52 лингоян и лиан джан не могу выговорить этого лиана 62 на подача кстати лиан принимает малон ну да ребят дали в центре малон вышел ногами а это значит окончание розыгрыша так и произошло отмечали что на этом чемпионате малон играет невероятно разнообразно и принимает подачи создает позиции удобные для контратак так ну что там ван чекин не готов оказался провалился ногами 7-3 ты как а вроде бы левша правша и не разобрались они хорошо сейчас сыграли малон и молодой его вот самурат в кавычках да да 84 конечно в случае поражения малон скажет а что вы хотите молодой ван чекин что я могу сделать но думаю есть чистолюбивые планы о финале вот вот это однако скрут это одна из сильнейших сторон ван чекина посмотрим вторую подачу как он примет тут же надо понимать что если слабо скрутит там будет атака лиана с большущим трудом ли он прошел поки него 43 в последнем сете оторвался выиграл но испытывал колоссальные сложности и в основном эти сложности казались касались не игры а психологии 86 86 и на подачах ван чекин и что-то опять ошибается лиан лиан джан кун обыграл фан джан донго кстати это мало что порой дает да у зи обыграл всю ксения второго посеянного игрока и кажется все а у зиму играет на уровне второго а нет проиграл фальку вот 16 в мире рейтинг до чемпионата сейчас конечно же выше не вышел снова ногами ван чекин он чуть чуть не успевает читать напережение техника есть но он долго думает куда же сыграют и это приводит тому что мяч уже летит на него и он начинает двигаться и не успевает падает в общем 9 7 на приеме мало мало кстати мало он в паре скручивает посмотрим что ж такое с лианом джан кун уже второй или третий такой удар упасит в сетку 9 8 напомню было преимущество 84 мало он в этом сети вот классический принимал подачу оставлял коротко подправа и приносило это успех но не оценил вращение оказалось не так много там нижнего вращения завысилась она и люголян скинул ой 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 ванчики ну молодец пуевики прочитал позицию и все совпало во времени 10 9 по-другому мау мау подает ну пока я не вижу преимущества ни одной из пары на подачу если подает это как бы хорошо опровергает меня ванчики очень хорошо оставил коротко лёголянь но прочитал это ванчики налетел и скинул справа причем с таким каким то верхнем вращение так совещание между четырьмя спортсменами они тут разговаривают подавать то я приму так ванчики не сказал практически все время скручивает слева ну лян джанкун оказался не готов что будет так глубоко так мало скорректировал подачу чтобы найти атаку и опять лян джанкун ну не знаю что то он как бы многовато ошибается миллион ошибся раз или два все остальное лян джанкун ввели они сет все было нормально не знаю сейчас поговорим был тут интересный спортсмен ну был он выбыл он с ним все нормально но он выбыл соревнований он был если не ошибаюсь тоже с азии гонконг или таиланд таиланд поэтому так вот у нее фамилия была из 16 букв не решился я ее прочитать правда и имя там было тоже букв 910 поэтому как говорится хорошо что он не попал на эту стадию а то пришлось бы я даже не знаю каким образом мне разговаривать 3-0 повели ребята в черном снова мажет банчи кин и 4-0 так ну что малон подает принимает лин джанкун скрутил в трос и мяч улетел за стол хорошо кстати этот элемент выполняет джанкун 4-2 там ван чекин чая ну ван чекин они кстати не кричат кричат все время малон чай и сидят с такими табличками малон закрывая себе рот необычно все естественно масса азиатов входит в таких масках закрывающих рот тоже черных зловеще выглядит как будто началась эпоха апокалипсиса а у нас 4-3 в пользу черненьких в шахматах играют черные против белых а здесь красные против черных 4-4 напомню было 4-0 начали сета и казалось сохранят хоть какое-то преимущество но нет 4-4 на подачах ван чекин да вот то есть получается вот эта расстановка подачи ван чекинь очень удобный лингу я но для скрута малон сыграл такое ощущение ногтями мяч как-то так с таким звуком упал и 5-5 так ли 6-5 ну много простых ошибок конечно ух тут отмечу ван чекина очень мощно по прямой сыграл но были к этому готовы ребята это лянь джанкун и лингу я что неужели опять нас ждет семисетовый матч да ты знаешь ну вот пока малонг вместе со своим младшим собратом я так их называю довольно хорошо разыгрывать некоторые комбинации сейчас подача вылетела конечно и ты знаешь если опять в конце первого сета начались проблемы у линь джанкуна снова что-то на него накатило и он четыре раза ошибся как тебе это простая ошибка линь джанкуня не может совладать с собой я не знаю что там происходит тоже наверное перечитал интернета и сетей после победы фан джиндонга и давит все это но это уже совсем другой разряд конечно 7-7 и 8-7 малонг выходит вперед началось это было 4-0 а здесь уже 8-7 в пользу малонга и ванчукина принял подачу ванчукин хорошо я иногда вот по поводу ванчукина и его игры с малоном соответственно они же вместе тренировались в паре малон сказал что я поверил что смогу стать чемпионом мира когда на тренировочном там сборе этапе попал в одну комнату с малинем и вот общение с малином так вдохновило меня с малинем? да именно с малинем что малонг начал свое восхождение на вершины олимпа теннисного а это он про свою юность говорил да? да ну тут конечно полностью сконцентрирован ванчукин на парном разряде не играет больше нигде в этом чемпионате да да ну я считаю приехал он набираться опыта несмотря на то что ему ну 18-19 не знаю когда его день рождения но где-то тот район скажем так возраста двухтысячного года рождения? может быть может быть так ну что тут? тут тут 2-0 2-1 да тяжело оценить ты знаешь плоскарь то что улетело конечно метр за стол кажется что плоскарь но малон ну все идет под диктовку смотри сейчас подаю он скручивает ты контратакуешь я добавляю ну все таки происходит чувствуется что малон все а сейчас да а сейчас смотри принимает ванчукин и он практически всегда скручивает длинный подачу ну понятно он все скручивает уже подали длинный вот ну не готов линджикун линджикун такому приему зачем кстати сделал милирование линджикун так чтобы выделяться на фоне остальных китайцев ну как то мужчине сильно принято делать милирование ну при первой возможности спросим я думаю да Сергей? почему бы и нет? 4-3 тем временем счет досадную ошибку допустили ребята в красном чё блок чё блок да малон конечно продолжает удивлять и в парах очень уверенно играет но где бы не играл везде король ну не знаю так ощущение что он за этот период пока был травмирован постиг какие-то тайны настольного тенниса возможно уехал куда-то потренироваться какому-нибудь шаману в Аргентину ну во-первых я тебе скажу шаманов в Аргентине нет шаманы все-таки там в Северной Америке и в северных странах там магии да ну не знаю насчет Аргентины почему именно туда ну очень играет сильно во всех позициях он находит такие вроде бы простенькие решения но которые приводят в конечном итоге к выигрыше но 5-5 и сейчас как раз подает малон и Ванчикин будет готовиться атаковать если получится не получилось ух ты Леон Джанкун вдруг неожиданно вспомнил что он игрок мирового уровня 6-5 а что такое мировой уровень а я отвечу очень просто если ты в восьмерке мира то ты на мировом уровне перебои с освещением у ветров надеюсь что это не в мои глаза ну может тут много конечно электричества в зале такая невероятная атмосфера и различные цветовые эффекты на подача кстати клингойян и на приеме ванчикин традиционно уже скрутка и и просто малон знает четко знает куда сыграет ванчикин и такое ощущение что как играет как клон малон знаешь и он действует уже левая рука у малонга ванчикин ну что то такое да понимаешь кстати левая рука да просто ласкают наши взоры этой игрой китайцы ну как там можно перекрутить слушай ну там наискость ну невероятно тяжело ну просто просто утеха для глаз такой настойный теннис рад я за ванчукина что он прочитал это сделал два шага и оказался прав потом уже добил мяч вот молодец 8-7 9-7 ай да малон слушай ну он близок к финалу парного разряда после этого матча будет кстати второй полуфинал и там будет там будет конечно драйв я не знаю насчет уровня игры покажет ли такой космический уровень а тем временем 10-7 покажет ли космический уровень португальцы и против румына и испанца но конечно снова посмотри малон а ну как он сыграл он оставлял направо сейчас пропилил мяч налево длинной а не ожидал отдал под атаку ванчетину и держите 11-7 3-0 да друг друга выбивают китайцы поэтому представь сборная франции встречается с китаем но гаузи обыграл ксюксиня и что а где еще взять два очка ну это дело будущего а сейчас у нас 3-0 и если лианджа лин джан кун мечтает вместе с лин гаяном о золоте то самое время начать играть посильнее чем они играют не складывается игра кстати 4-0 проиграл сегодня лин гауянь малонгу и может опять повторить этот результат только уже в паре со своим напарником да да ну как ну смотри ну и мне просто удивляет идет подача на малонга малонг напомню в паре ну я не знаю может я невнимательно смотрю или что-то но он ни разу не скрутил слева он все играет справа да коротко единственно варьирует куда играть и варьирует где-то пропиливать мяч где-то плоско ну может что-то поагрессивнее подать ну я имею ввиду не надо длинно конечно на малонга и пойти за мячом может быть из уважения к малонгу подать ну просто как-то странно все это на подачах малонг да а на приеме непонятно просто руку показал малонгу вон чекин что имел ввиду что это ну что это а ну что сказал слушай подай ему там что-то подлиннее пусть начнет я все решу ну как это вообще возможно 5-1 на мониторах сейчас лисенок который говорит это был грит шот сергей переведи по грейт шот отличный розыгрыш может удар розыгрыш и удар подача ван чекин скручивает все как бы однопразно ну подай ты чуть длиннее не ван чеки не так жестко скрутил ну ну и же способы борьбы просто разгром ну вот глянь джанкуль в очередной раз иногда вспоминает что он может играть в теннис а не только милировать голову 6-2 а смотрите сопля вернулась обратно через сетку ну это конечно здорово ну не сопля вернулась Сергей а вернулся мяч через сетку задевший трос сетки к чему это жеманство Максим да снова ван чекин разряжает свою пушку ну 7-3 игровой перевес очень большой не показывает тот уровень игры особенно лянь джанкун который он может переигрывает в общем малонки его маленький собрат ведет он к золоту честно говоря без шанса да это казалось бы да грабные пары постоянно перевес ну слушай вот кто здесь выигрывает ты же понимаешь в финале будет преимущество Китая процентов 80 неважно кто там выиграют португальцы или румыно-испанцы но но хотелось бы конечно увидеть европейскую пару на первом месте чемпионата мира это бы вошло в историю ну курва и курва топ спин и многое что еще говорили польские фанаты ах юга как а кричали эти бразильцы юго юго ну да а здесь малон ну что матчпоинт здесь пять ну переиграли просто переиграли в теннис переиграл малон и ванчикин помог в этом естественно потому что пара есть пара не может один все тянуть шикарный скрут браво поздравляем ребят с выходом в финал ну а линга ю и джун линь джан кунь да линь джан кунь пускай тренируются не знаю что сказать